Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Без протокола». С вами я, ведущий Дмитрий Василец. И сегодня у нас в гостях Евгений Филиндаш, политолог. Приветствую. Добрый день, Дмитрий. И первый такой вопрос. Если разбирать наше общение, то я тебя знаю больше, чем ты меня, потому что я прочитал твою книгу «Украина не Европа». То есть, это, я так понимаю, своеобразный был троллинг книги Кучмы «Украина не Россия», правильно ли я понимаю? Ну, элемент троллинга был в названии только. Потому что сама книга, естественно, писалась не для троллинга, а для того, чтобы помочь тем нашим людям, которые запутались вообще во всем происходящем, запутались в этом информационном мешанине с тем, что происходит на самом деле со страной. Потому что одна из ключевых проблем Украины – это то, что мы, основываясь на ложных предпосылках, на лживых предпосылках, которые сознательно вбивались десятилетиями в голову нашим гражданам, соответственно, двигаемся совершенно не так и не туда, куда нужно. Поэтому тут проблема не в каких-то отдельных людях, в каких-то отдельных личностях, что там Зеленский не такой, Порошенко не такой, Янукович не такой, да, или наоборот такие там. Просто мы не такие, как те люди, которые приходят во власть, скорее всего. Ну, я вот с учетом того, что я прочитал книжку, я так понимаю, основной посыл, который там был заложен, что все-таки у нас, у славян, у тех людей, которые проживают на территории России, Белоруссии, Украины и так далее, у них менталитет более человечный, он гораздо более человечный, чем у тех людей, которые живут на территории условно-западной Европы. И таким образом, получается, у них более коммерческий подход ко всему, а у нас он более, получается, человечный. И вот в этом, получается, конфликты, и вот это главное противоречие. Вот поправь или дополни, вот мое утверждение с учетом того, что я прочитал твою книгу, это то, что я понял. Да, у нас действительно, мы другая цивилизация, мы другая цивилизация, православная цивилизация, ну, там названия могут быть разные, это просто наиболее распространенное. И у нас действительно другой менталитет, чем на Западе. Там он более прагматичный, более ориентирован на успех, жизненный в том понимании, которым, значит, оно господствует, да, то есть на карьеру, на деньги, на продвижение вверх. И там другие ценности, соответственно. Там намного больше индивидуализм, чем у нас. У нас больше коллективизм, который тоже идет испокон веков. У нас совсем другая роль государства и восприятие государства. У нас другое отношение к деньгам, действительно, к карьере, к тому, что такое хорошо, что такое плохо, да, чем на Западе. Что такое честь, что такое совесть. Вот, вот, все это вместе, да. И у нас другая система, соответственно, формировалась, и политическая, и экономическая система формировались совсем по-другому. И у нас нельзя тупо переносить западные все, как бы, институты сюда и пытаться их внедрить. Они не будут так работать, как работают на Западе. Мы, собственно, это наглядно наблюдаем уже много лет, потому что у нас уже почти 30 лет идет вот эта вот западнизация, да, попытка переделать Украину под Запад, под западные стандарты. И почему-то результат совершенно другой, да, чем нам рассказывали все те, кто говорили, что Украина это Европа, мы идем общим европейским путем, давайте сделаем как на Западе и будем жить как на Западе. А мы, чем дальше это все пытаемся делать, тем мы живем хуже и все дальше отдаляемся от Запада, да, вот, ну, такое парадоксальное явление получается. Потому что невозможно в другой цивилизации с другими ценностями, с другим менталитетом, с другими исторически сложившимися условиями взять и все пересадить полностью, и чтобы там повторилось все как на Западе. В конце концов мы еще и не имеем никакой возможности, никогда не имели такой возможности грабить весь остальной мир, как это столетиями делал Запад. Это тоже момент почему-то никто не учитывает, когда рассказывают, что вот Запад процветает, давайте сделаем как они. Так давайте тогда как они, как они веками грабить весь остальной мир, потому что колоссальные средства были выкачаны во время колонизации в начале Запада, а теперь идет процесс неоколонизации, когда формально государства независимые, а реально являются неоколониями. Ну вот Украина теперешняя, это наглядный тому пример, это же уже никто не скрывает. То есть когда в МВФ написали закон, перевели с английского и проголосовали. Да, и вперед запустили. Нам же управляют с Запада, нам дают прямые указания, что нам принимать, кого назначать, кого увольнять, открывать рынок земли линии, открывать какие тарифы устанавливать на ЖКХ и так далее. Ну вплоть до того, что у нас, как мы помним, всем недавно были министры, граждане других государств. Сейчас ряд государственных компаний... Сейчас вообще убор оборонпромозла... Да, 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 государственные компании, иностранцы возглавляют, члены наблюдательных советов, иностранцы. Да, у многих из наших политиков есть другие паспорта, да, западных стран. Ну я уже молчу о счетах, которые там на Западе хранятся и так далее. То есть мы являемся сейчас, к сожалению, неоколонией, которая управляется Западом в своих интересах, в их интересах. И вот это вот пропагандистское впаривание о том, что давайте, давайте в Европу, Европу и так далее, ну вот я в книге как раз показываю, что это не более чем пропаганда, миф, которые вдавливаются вполне определенными корыстными целями. И вот следование этим путем, ну оно гибельное для страны. Ну вот, а если вот разобрать вот путь, в который сейчас вот идет Украина, по которому она сейчас идет, но мы же понимаем, что объективно быстрых решений, позитивных не может быть. И есть вот объективные процессы, у которых есть там жизненный цикл. Например, если возобновить промышленность, то нужно возобновлять условно школы, образование и так далее, чтобы потом люди шли в техникуме, в ПТУ, в институты, и чтобы это потом уже они шли на заводы, на, так сказать, промышленные предприятия, которые могут внедрить те или иные технологии и позволить сделать вот это рабочее место с высокой добавленной стоимостью, и чтобы на это рабочее место зашел именно высококлассный специалист. И это действительно очень долгое и на самом деле вот очень такой кропотливый труд правительства. Мы объективно понимаем, что сейчас этого невозможно. Но опять же, рывок достаточно серьезный был технологический, и доступ к знаниям, он тоже, получается, стал более как бы близок к человеку. То есть там вот не надо искать, бегать какие-то книжки и так далее, все равно условно на уровне вытянутой руки и так далее. И вот здесь вот хотелось бы поинтересоваться, а вот можно ли сделать вот такую модель общества, когда правительство работает против народа Украины, например, как аналогичная ситуация вот на Украине. Но, тем не менее, люди начинают объединяться на низовом уровне, чтобы вопреки желанию правительства, которое работает на заграничные интересы, развиваться и развивать экономику, и вот на низовом уровне все-таки получать те блага, которые в теории вот должна она получать с вот этим контактом правительства и народа, когда вот в классической модели государства, когда оно развивается. Ну, объединяться на низовом уровне можно и нужно для самых разных целей. Это один из немногих действительно выходов для людей, которые не хотят мириться с происходящим, это вот создавать какие-то структуры, организации, там формальные, неформальные, неважно, объединения, которые бы добивались тех или иных целей. Другое дело, что, ну, известная фраза, тут ничего нового не открою, нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Нельзя жить в государстве и быть независимым от государственной политики полностью, потому что государство самыми разнообразными способами, механизмами влияет на жизнь любого человека, и повседневную, и так далее. Невозможно создать вместо государства отдельную образовательную систему, например. Могут быть отдельные какие-то там учебные заведения, учебные, да, там частные, например. Но, во-первых, это все равно единичные будут случаи, которые бы как-то по-другому пытались учить. Во-вторых, все равно есть общая какая-то базовая программа, требования от государства и так далее. То есть, ну, какие-то элементы автономии возможны, конечно же. Но в целом, с помощью налогов, с помощью силовых структур, с помощью общего информационного поля, которое при участии государства формируется и влияет, да, с помощью множества других механизмов, того же, вот повторюсь, образования, медицины, подхода, городской среды окружающей, инфраструктуры. Вот огромное есть количество механизмов, сильных механизмов, которые неизбежно будут влиять на людей, даже пытающихся там максимально автономно действовать от государства. Поэтому для того, чтобы по-настоящему что-то изменить, вот создание на низовом уровне каких-то объединений и так далее, это только, на мой взгляд, в всяком случае, это только первый шаг, хотя он очень важный и нужный. Но это только первый шаг к тому, чтобы поменять ситуацию, а поменять ситуацию можно только иметь доступ к государственному механизму, к власти, к политике и участвовать в ней. Ну а вот если вот брать тот же первый шаг, вот с твоей точки зрения, на какой основе это должно формироваться? Например, это там профсоюзы, это общественные организации, это участие, например, в общественных советах при различных министерствах, это просто неформальные организации, и у них должна быть какая-то конкретная цель. То есть, если вот разбираться вот конкретно, на каком уровне и в какой форме должны вот объединяться люди, вот с твоей точки зрения? Я вот такую аналогию привожу, Дим. Смотри, есть огромное количество так называемых некоммерческих организаций, общественный сектор там и так далее, НКО, которые в основном являются гран-тоедскими структурами, которые в основном давно и плотно финансируются различными западными фондами, там СОРОСами и так далее. И выходцы из этих вот гран-тоедских структур, они же в основном сейчас, собственно, и сформировали правительство. У нас с каждым новым правительством в последние годы все больше и больше вот этих вот гран-тоедов во власти оказывалось. Сейчас их вот в правительство исполнительной власти очень много. Так вот, эти все организации, они же, большая часть из них формально никакого отношения к политике вроде как и не имели. Они там выступали со всякими целями развития свободы слова. Вода должна быть мокрой, солнце должно светить, ветер должен дуть. Развитие свободы слова, демократии, институты гражданского общества, борьба с коррупцией, все прекрасно, все чудесно. Но в конечном итоге цель-то их, которая перед ними ставилась, конечная цель хозяев, всех этих гран-тоедских структур, тех, кто их финансировал, она была переформатировать Украину под нужды вот этих хозяев. Ну и создать кадровый резерв еще для своих... Конечно. Так вот, переформатирование одним из элементов включало кадровый резерв, то есть завод своих уже полностью управляемых марионеток, оттеснив даже уже украинских олигархов, которые на определенном этапе выполнили, что ли, свою задачу. И теперь глобальный капитал, транснациональный, их хочет, в принципе, подвинуть. Ну, кабанчик в виде наших олигархов подрос, теперь время его резать. Совершенно верно, да. И поэтому ему уже не нужны даже олигархи как посредники. Тут они прямо своих вот, как бы, людей-грантоедов, которые полностью у них на зарплате заводят во власть и захватывают позиции. Так вот, каждая из этих организаций НКО, вот, грантоедских, она выполняла какую-то свою роль, какой-то отдельный свой сегмент, и зачастую даже многие из них, те, кто в этом участвовали, и не понимали конечную цель, для чего и как. Они вот видели то, что перед ними стоит. Вот они, значит, это делали. Мы за ассоциацию там топили, евроассоциацию, или мы там нападали на журналистов, которые имеют свое мнение, обзывая их пропагандистами Кремля и так далее, да, ну тебе это хорошо знакомо. Да, я это зачастую, да. Да, и так далее. То есть вот, конечно, вроде такая цель отдельно локальная, а это кирпичики, кирпичики, из которых выстраивалось вот это вот здание, полностью управляемое подконтрольное Украины, да, к которому они стремились. Поэтому, если вот с этой всей махиной сражаться, да, для того, чтобы вернуть Украину, собственно, Украине и гражданам Украины и нашим национальным интересам, то надо использовать в том числе тактику наших врагов, наших противников, да. Организации низовые, реально общественные, да, они финансируемые за счет западных грантов. Потому что как только этих грантов нет, все эти люди сразу же куда-то там разбежались бы. Вот, они действовали только по стольку, поскольку их финансировали. Они пошли на самое страшное в их жизни, устроились бы на работу. Да. Так я к чему говорю, да, к тому, что и организации, которые действительно вот общественные были бы, да, они финансировались какими-то грантами, они должны тактику в этом смысле перенимать. То есть это могут быть профсоюзы, реальные боевые профсоюзы. Это могут быть, там, я не знаю, любые другие организации по любому направлению, связанные с политикой, не связанные с политикой, но они все равно должны работать на какую-то одну общую конечную цель, да. И ни в коем случае не брать деньги за границы от каких-то грантовских фондов. Конечно, конечно, потому что если ты берешь деньги за границы, ты уже не являешься независимым, и ты не являешься, ну, цели твои не будут направлены на благо Украины. Потому что кто платит, тот заказывает музыку. Платят за границы, значит, цели ты будешь выполнять те, которые тебе из-за границы и поставят. И это надо очень четко понимать. Все это независимые, якобы, эти общественные организации, которые получают зарубежные гранты, это просто агенты влияния. Вот в прямом смысле это агенты влияния тех или иных государств или транснациональных корпораций, которые их финансируют. Вот, поэтому меня, кстати, вызывает очень большую тревогу, то, что у нас сейчас ряд государственных уже даже структур прямо финансируется за счет благотворительной западной помощи. Директората, например, в разных министерствах и так далее. Ну, это вот при Порошенко, да, очень часто такое было. А сейчас, я так понимаю, не все пересели на украинский бюджет. Поэтому сейчас мы их оплачиваем, в том числе и зарплаты по полмиллиона на Ему, Лещенко и всем остальным, вот этим как раз выходцам из грантаидских организаций, которые тоже по удивительной случайности все почему-то пристроены в топ-менеджмент украинских предприятий, которые как бы являются локомотивами и природными монополиями. Ну, так уж вышло. Вот, с этим тогда понятно. А вот следующий вопрос, я думаю, что он будет такой, знаешь, нужно будет спрогнозировать, что будет дальше. Мы же понимаем объективно, что у народа сейчас нет никакого инструмента, чтобы остановить вот этот процесс по принятию так называемого закона о рынке земли. Мы от себя, конечно, делаем все, что можно. Выходим, митингуем, возмущаемся и так далее. Но объективно мы никак не можем повлиять на процесс, потому что там объективно нету в Верховной Раде партий, которые представляют народ Украины в нормальном понимании. Потому что мы все понимаем, что большинство людей против рынка земли, и там только очень маленькая часть депутатов, которая противится всем этим процессам. Давай просто вот представим, вот землю условно они продали. Они почему-то продают ее именно в частную собственность. Не в аренду, не в долгосрочную аренду, не в право использования этой земли именно в агросекторе. Именно частная собственность. Мы знаем, что частная собственность это же международное понятие, которое закреплено юридически. Поэтому объективно я понимаю, что у украинцев, у них нет реальных инструментов, как эту землю удержать у себя. То есть фактически вопрос времени, когда эту землю полностью всю скупят заграничные агрохолдинги. Примеров там масса, таких стран, как Эстония, Латвия, даже та же Польша, потому что там очень много земли в собственности, там у немцев, у прочих этих персонажей. И здесь вот получается интересный момент. Мы же по сути на будущее, вот подобным законам у рынка земли, готовим фундамент под военное противостояние с теми, кто купит эту землю. Потому что мы же объективно понимаем, что мы, как украинцы, когда заграничные банки, агрохолдинги получат себе землю эту в собственность, то мы рано или поздно вот эту землю заберем. И это приведет к такой, знаешь, народно-освободительной, я понимаю, в таком формате примерно войне для того, чтобы вернуть это обратно в государство. И здесь интересный момент. Если это частная собственность, если это как бы возвратный процесс, тогда получается сначала на Украину будут наложены международные санкции, изоляция, если вот все-таки этот процесс пойдет. А если и это не поможет, то мы получим просто военную интервенцию тех стран, которые будут защищать интересы банков и этих корпораций аграрных, которые будут работать на территории Украины на тот момент, и которые будут иметь в собственности нашу землю. Как ты думаешь, это реалистичный сценарий для Украины? Да, тот сценарий, который ты нарисовал, он вполне может стать реальным. Вполне. Если действительно в будущем у нас изменится ситуация, мы сможем выйти из-под внешнего управления, появится власть, которая будет ориентироваться в большей мере на наши национальные интересы, чем на чьи-либо-то еще. И понятно, что нужны будут инструменты влияния на происходящее в Украине. Вернуть, да, инструменты, те, которые за все последние десятилетия государство усиленно лишалось. Начиная от того, что мы промышленности лишились, и многих других инструментов, теперь вот последнее, что осталось, хотят землю. Забрать и все. Поэтому в процессе возврата всех этих инструментов, влияния и возврата суверенитета Украины, конечно же, будут подниматься вопросы о земле, как один из приоритетных. Вопрос по лозунгу «Землю крестьянам, фабрики рабочих» он будет опять актуален и так далее. Может, именно поэтому запрещают коммунистическую идеологию, сейчас идем, ускоренными темпами. Да, это одна из главных причин, почему все, что связано с социализмом, коммунизмом и так далее, у нас жестко утравливается, теперь уже и репрессивными мерами, как мы видим после Евромайдана, с декоммунизацией, со всеми остальными вещами. Для того, чтобы полностью зачистить вообще возможное сопротивление, организованное сопротивление этому, потому что организованное сопротивление, тому, что происходит, могут, по сути, оказать только политические организации левого направления. Они могут даже там не называться левыми формально, но с левой повесткой дня, то есть с возвратом сильной роли государства, с национализацией, с социальной сильной защитой, ну и так далее, да, с выходом из-под внешнего управления. Поэтому демонизируется и вбивается в голову негатив, связанный со словом левый, социализм, коммунизм и прочее, именно вот с этой целью, для того, чтобы... Подавить организованное сопротивление. Да, организованное сопротивление, для того, чтобы даже у людей не возникала мысль о возможности вот этой вот левой альтернативы тому, что происходит. Чтобы это было такое табу своеобразное, да, чтобы там даже страшно было говорить, писать, выступать и прочее. Не говоря уже о создании таких вот структур. Вот, а если все-таки ситуация развернется через какое-то время вот в правильном направлении, то будет очень сложно выходить уже с проданной землей, да, и с проданной вообще Украиной. Нет, я просто так понимаю, почему вот именно частная собственность. Потому что вот именно частная собственность, это условно цементирует право за границей на владение. Вот заякориться здесь и все, и теперь уже этот якорь просто так не вытянешь. Потому что иначе, ну, нету никакой аргументации, почему нет долгосрочной аренды и нет торговли этими договорами, наверное, долгосрочной аренды. Я вот не понимаю. А вот когда, если вот развивать ситуацию, что им нужно максимально сделать все, чтобы здесь остаться, ну, тогда мы объективно понимаем, что есть такие люди, которые не согласятся с таким положением дел. Я в том числе и многие мои друзья, я уверен, и ты тоже не согласишься. И вот большинство граждан Украины, они тоже не согласятся. Но я также понимаю, что у тех людей, которые эти все процессы организовывают, у них уже есть опыт в этом деле, в плане именно владения большими территориями, причем даже так, что они там даже не находятся. Мы понимаем, что вот сейчас у нас идет такая целенаправленная политика на сокращение граждан Украины. Мы это видим и по медицинской реформе, и по экономическим состояниям, и по урезанию вечно социальных этих выплат, увеличению тарифов на ЖКХ. То есть, фактически, население активными темпами сокращают и стимулируют все для эмиграции, чтобы как можно меньше здесь людей было. Не считаешь, что эти все процессы взаимосвязаны, и это все целенаправленная политика для того, чтобы здесь просто меньше людей было, чтобы ими было проще управлять и всех сделать зависимыми через какую-нибудь работу, кому-нибудь еще что-нибудь, чтобы оно было более управляемым? – Абсолютно согласен с тобой. Украина, по данным ООН, находится в пятерке лидеров по вымиранию в мире. В мире, в пятерке лидеров. Я об этом, кстати, в своей книге тоже пишу и привожу эти все данные и цифры. У нас стремительно стареет то население, которое есть, да, и вымирает и бежит. То есть, все то активное, работоспособное и нежелающее мириться с тем, что происходит в их жизни население, оно стремится уехать за границу и уезжает. У нас огромный поток иммиграций. Уезжают вот как раз те, кто молодые, дееспособные и так далее, активные. А рождаемости практически нет. Она очень низкая, потому что создаются все условия для того, чтобы рождение ребенка превращалось в бремя, в такое отягощающее в материальном, прежде всего, смысле обстоятельства для молодой семьи. Для того, чтобы возникало сразу кучу проблем, как потом ребенка кормить, одеть, обучить, сохранить здоровье и все остальное. Просто так вот совпадением все эти процессы, ну, вряд ли они могут быть. Это действительно целенаправленная политика, которая преследует сразу несколько целей. Одна из этих целей – это получить дешевую и относительно квалифицированную рабочую силу на Западе, что мы видим, да, с помощью безвиза, которым нас так вначале перед носом этой морковкой, да, виляли-виляли. Далее теперь оказывается, что безвиза используется не для того, чтобы попить кофе, значит, после Венской оперы, да, подавляющим большинством населения страны. Ну, именно сказку именно такую рассказывали. Да, потому что немножко нет денег на то, чтобы ходить по Венской опере и ходить потом кофе пить. А используется безвиза для того, чтобы просто иметь относительно легальный способ уехать и работать на отнюдь не самых престижных и высокоплачиваемых работах. То есть они получили рабочую силу и получают, да, массово туда едущую. Причем квалифицированную, которая получила образование за бюджетные деньги, украинские бюджетные деньги. Да, 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 совершенно верно. И которая относительно лояльна и нормально встраивается в отличие там от арабов и так далее, да, встраивается в государство Западной Европы и не претендует там на создание каких-то отдельных структур, своих кварталов там со своими правилами игры и так далее. То есть менее агрессивная. Да, и менее агрессивная. Ну, в общем, это выгодно со всех точек зрения для Запада. Это первый момент. Второе. Они убили, безусловно, с участием активным наших шестерок, да, и дебилов, не побоюсь этого слова, во власти. Убили промышленность нашу, то есть убили в первую очередь все конкурентоспособное, наукоемкие технологические отрасли, да, авиакосмос, там, ВПК и прочее. И тут без промышленности остается только, по сути, добывающее. То есть связано с добычей сырье и там металлургия черная. То есть то, что они сами у себя не особо хотят развивать по экологическим и прочим соображениям. Соответственно, ликвидация возможности даже какой-то конкуренции со стороны нашей промышленности, к их ним, да, и получают еще и рынок сбыта товаров. И к тому же освобождаются действительно территории, потому что столько людей под те цели, которые перед нами обозначены западными нашими, так сказать, хозяевами и кураторами. То есть быть аграрной супердержавой, да, как нам говорил посол американский. Вот, то есть быть источником сырья, ну, не нужно столько людей в Украине. Просто не нужно для обслуживания всего этого. Вот еще такой вопрос. А вот у нас же сейчас конфликт на Донбассе. Есть неподконтрольная территория. И если вот сейчас примут закон о земле, то есть получается те люди, которые сейчас там живут на неподконтрольных территориях, они что же могут выступить против того, чтобы землю продали заграничным банкам и корпорациям, агрокорпорациям? И тут получается интересный момент, что если закон примут до того, как реинтеграция Донбасса завершится, то это может быть все-таки такой палкой в колесо этому процессу. По возвращению Донбасса я уже за Крым даже молчу. Мы берем то, что ближе и то, что более реалистично. И вот объективно понятно, что вряд ли вот я просто ставлю себя на место вот жителя на неподконтрольных территориях, который хоть как-то влияет на процессы и от него там кое-что зависит. Ну вот я не вижу никаких вот плюсов вот такой реинтеграции, потому что опять же, все будет идти по украинскому законодательству, через украинский Минюст, через украинские нотариусы и так далее. И как ты думаешь, возможно ли тогда реинтеграция? Безусловно, принятие рынка земли и купли-продажи земли, это еще один шаг к тому, чтобы реинтеграции не было. И много можно таких шагов, собственно, привести, которые принимались. И если ты вот объективно посмотреть на них, то становится абсолютно понятно, что эти шаги в внутренней политике и Украины, они абсолютно не направлены на возможность действительно там возвращения Донбасса или тем более Крыма. Они направлены на то, чтобы максимально сделать невозможным возврат. Потому что, извините, декоммунизация, это что, шаг, который на Донбассе будет кем-то приветствоваться и способствовать возвращению. Это аналогичная вот такая палка в колесо. Нет, однозначно нет. Бандеризация вот этого все, да, культ национализма и националистов, и неонацистов, памятники им, улицы там, в честь них и так далее. Это что, будет способствовать тому, что на Донбассе захотят возвращаться? Нет. Дискриминация русского языка в образовании, в средствах массовой информации, везде. Это что, тот шаг, который Донбассе будет воспринят положительно и привлекательно? Нет. И так далее. Процессы лабируют именно вот грантаеды в большинстве своем случаев, потому что мы видим и Супруны, и все остальные. Ну, как-то вот очень интересно складывается ситуация. Ну, потому что невыгодно для Запада воссоединение Донбасса и для нынешней, для части нынешней власти на верхушке, для предыдущей власти однозначно было невыгодно. Более того, там же в 2014 году многие шаги делались точно так же, направлено на то, чтобы максимально возмутить население на Юго-Востоке и вызвать максимально жесткую ответную реакцию. Они ее вызвали? Да, ее вызвали. Одно 2 мая там в Одессе чего стоило, да, в 2014 году и так далее. То есть добивались, сознательно добивались, провоцировали жесткую реакцию, начало боевых действий и для того, чтобы иметь... 2 мая обстрел штурмовиком Луганской администрации, когда еще не понятно... Конечно, там 9 мая Мариуполи, ну и так далее. Множество было, целая цепочка таких событий, которая и привела, в конце концов, вот к войне. Не просто к какому-то конфликту, а к войне. Для чего им это было нужно? Потому что Крым и Донбасс это огромный массив избирателей, которые однозначно были настроены против Евромайдана и против прозападного курса и против всего того, что вот у нас продолжалось все эти годы. И при сохранении Крыма и Донбасса электоральные позиции прозападных политиков, они были очень весьма шатки, зыбки, могло все поменяться. Им нужно было оправдать репрессии еще против тех, кто... И это тоже. Им нужно было... Ну, там целый комплекс мер. Почему они вопреки всем своим разговорам и высокопарным фразам о том, что сепара это где-то там, а они за единую Украину, они как раз сделали все возможное для того, чтобы этот сепаратизм проявился, для того, чтобы Украина потеряла часть своих территорий. Своими реальными действиями они сделали все для этого. И потому что электорально для них это было лучше, и для того, чтобы на войне зарабатывать, и для того, чтобы действительно оправдать репрессии против всех несогласных, ну и для множества других целей. И они этих целей, к сожалению, добились. Своих личных шкурных целей и целей их кураторов, они добились вот этими своими действиями. И сейчас та часть верхушки властной, которая продолжает предыдущую политику, она и вот подобными действиями в том же направлении продолжает идти, все больше и больше отдаляя возможность реинтеграции Донбасса. Потому что если бы реально хотели реинтеграции Донбасса, то тогда принимали бы меры, которые действительно могли бы показать Донбассу, что мы считаем вас своими, мы готовы считаться с вашим взглядом и с вашими интересами, мы готовы идти на компромиссы, мы готовы менять какие-то вещи во внутренней политике, которые не нравятся и Донбассу, и всему Юго-Востоку, да, и многим людям и в центре, собственно, Украины. Но эти вещи не делаются, продолжаются во многих пунктах, не во всех, но во многих пунктах, предыдущий курс Порошенко, к сожалению. Ну вот еще туда следующий вопрос. Многие говорят, что вот у нас в Украине там плохо, там плохо, там плохо, там плохо. И поэтому отсюда закономерный вопрос. А вот если вот ты говоришь, что там плохо, там плохо, там плохо, а что ты сам конкретно делаешь для того, чтобы ситуацию как-то изменить? Ну, я сейчас не хочу, чтобы ты рассказывал, например, про какую-то политическую деятельность в рамках каких-то политических партий. Это ставим за скобками, чтобы они считали рекламой и так далее. А имея в виду, можешь ли ты рассказать, какие конкретно ты шаги делаешь для того, чтобы эту ситуацию переломить? Для того, чтобы, например, каждый, кто смотрит эту программу, ну хотя бы они примерно понимали логику, в которой ты работаешь. И, возможно, из этой логики взяли что-то бы себе на вооружение. Ну, я, наверное, не буду рассказывать там каких-то своих вот я то-то сделал, я то-то сделал, я вот такой хороший. Но это не очень будет нормально и объективно. Ну, туда, наверное, какую-то инструкцию, какую-то действую. Что, на мой взгляд, важно, да, и в каком направлении я стараюсь действовать, потому что считаю это важным. У нас же в значительной мере настроение людей, подавляющее большинство, и не только у нас, это в любом обществе, зависит от того, той информационного пространства, той повестки информационной, которая господствует в средствах массы информации, и везде. Если рядовому человеку обычному, да, который не сильно там имеет время и желание, и возможность вникать в политику, в геополитику, там, в экономику, во все эти дела, да, вот просто там время от времени там смотрит телевизор, что-то читает в интернете и так далее. Если ему там изо дня в день по всем каналам повторять, что донецкое быдло, сепары, ватники, антиукраинские элементы, украинофобы, это враги, агенты Москвы, пятая колонна, да, и вот это постоянно повторять, накачивать ненависть, то большая часть, повторюсь, рядовых людей, она в конце концов начнет этой ненавистью в той или иной степени заражаться, пропитываться, и в голову это будет вбито. И, собственно, почему были репрессии против тебя, против там Руслана Кацабы, против Василия Муравицкого, почему убили Леся Бузину, да, почему многих других, кто что-то в фейсбуке не то написал, их там вплоть до уголовного преследования. Для того, чтобы не имели возможности обычные люди, не вникающие, 90% людей, но она не будет вникать в политику, у них на это нет, сильно вникать, да, ни времени, ни подготовки соответствующей и так далее. Вот для того, чтобы к ним, к этим 90% гражданам, не доходила альтернативная точка зрения, другая информация, другая интерпретация того, что происходит, да, для того, чтобы не попадала информация, которая может заставить задуматься о том, что происходит, и сказать, извините, вы, наверное, немножко не то делаете, то, что говорите, да? И они этой цели усиленно добивались, частично добились, потому что действительно значительная часть нашего общества была заражена вот этой агрессией, ненавистью, истерикой, да, вот этой эмоциональным надрывом и готовностью верить в любую чушь, если она там как-то правильно упакована в том направлении, которое формируется. Так вот, я там все, что мог эти годы делал с помощью там эфиров, статей, постов, книги вот своей, да, которую считаю достаточно важной, потому что, ну, других таких книг сейчас, к сожалению, нет в Украине. Там интересно на том, что именно много фактажа, именно данных открытых ООН там и прочих статистических групп просто сведены в очень удобной, понятной форме. Да, вот, ну, я поэтому и считаю, что важно давать возможность людям получить другую точку зрения, другую интерпретацию для того, чтобы человек мог действительно, желающий разобраться, мог, ну, действительно сравнить вот то, что… Ну, все же познается в сравнении, неверно, у нас пословица такая даже есть. Совершенно верно. То, что ему вбивается с помощью большинства СМИ и говорят большинство там политиков и обслуживающих их всяких экспертов, да, и другую точку зрения, чтобы он мог почитать, посмотреть, ага, эти говорят это, а эти говорят по-другому, а эти вот дают одни данные, а это дают другие данные. Наверное, поэтому всем, кто говорит вот другую точку зрения, клеймят, что это все российская пропаганда. Конечно, конечно, они делают это для того, чтобы, повторюсь, никто даже не смел задумываться, что можно по-другому расценивать, что можно называть Евромайдан не революцией, достоинством, да, а государственным переворотом, что можно задуматься о том, а почему это не расследованы убийства на Майдане. Какое достоинство можно говорить, если вот запевала Майдана, вот этот, как его, господи, Вакарчук, который там и плясал на первом Майдане, и на втором призывал, а сейчас он возглавляет целую парламентскую фракцию, то он за все время, оказывается, ну, налоги не платил в Украине. Он просто максимально минимизировал налоги, брал наличку, все объективно понимаем, сколько он зарабатывал, это несложно высчитать с учетом стоимости его концерта и вся информация, сколько было концертов, она тоже в публичном пуле. И корпоративы, и так далее. И получается, при всем при этом, вот этот вот, так сказать, моральный лидер вот этой эволюции достоинства, мы видим, как он сам просто брал и наносил прямой урон экономике, просто не платил налоги. То есть он, может, где-то в офшорах и платил налоги на какую-то свою офшорную компанию. Я так понимаю, у всех этих патриотов, у них налоги платить нужно только не в Украине, иначе Путин нападет. Скорее всего, логика такая. Да, у всех, ты прав абсолютно, у всех этих патриотов, так называемых, да, у них когда до дела доходит, а не до трескотни вот этого, да, с трибуны по телевизору, у них оказывается, что все счета, деньги, налоги и так далее далеко не в Украине. Гражданство, виды на жительство, там дети учатся, отдыхают они тоже, почему-то не в Украине, да, там по всяким... По удивительной случайности. Да, от Таиланда до Куршевеля и так далее. Вот, поэтому вот я считаю, что это одно из то, на что я могу повлиять и влиял, как мог, доступными мне средствами. То есть, в принципе, главное это распространение максимальной информации и, например, мало того, что просто получать информацию, важно тоже участвовать в ее распространении, если человек считает, что это правильно. Конечно, конечно, потому что, понятно, не все могут и не всем нужно там обязательно самому проводить какие-то исследования там и так далее, да. Но если ты видишь, что есть какой-то там пост, ролик, видео, я не знаю, книга, статья, еще что-то, которое ты поддерживаешь, которое дает альтернативную точку зрения, то сделай по максимуму для того, чтобы об этом всем узнали другие люди и не бойся об этом говорить, там, лайкать, репостить, там, любыми другими способами. Благодарю тебя за то, что посетил нашу программу. Тебе спасибо за приглашение. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ее ведущий, Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова